Территория третьего избирательного округа довольно большая. Это почти весь Адлер. От центра до отдаленных сел, включая Красную Поляну. 13 депутатов выполняют многочисленные просьбы жителей южной и северной части района. Это и ремонт дорог, и обустройство детских площадок, а также благоустройство улиц и мест общего пользования. Мы очень тесно сотрудничаем со всеми нашими депутатами по всему третьему избирательному округу. В этом году было сделано всеми очень многое. Непосредственно то, что с Константином Анастасовичем мы произвели в центре поселка Орел и Зумруд, это установка урн и лавочек в плане благоустройства территорий. Выполняются наказы в плане дорожного ремонта. Уже произведен ремонт асфальтового полотна по улицам Лазурная, Малиновая и Дачная. В селе Голицыно, например, решили вопрос с освещением улицы Батайская. На эти цели было выделено 150 тысяч рублей. Сейчас депутатская группа Адлерского района совместно с муниципалитетом начала активную работу над программой по ремонту дорог в восьми населенных пунктах округа. Очень важно это благоустройство и ремонт наших основных дорог, потому что центральная часть сделана. Допустим, если в Молдовке есть улицы Тимошевская, Ивановская, Липецкая, Форелевая и много в других частях Адлерского района, так же, как и в городе, в сельских особенно частях, нужно делать ремонт. И сегодня депутатская группа Адлерского района, да и депутаты города Сочи совместно с нашим муниципалитетом, главой города сделана программа, которая мы очень надеемся, что она будет выполнена в следующем году и будут отремонтированы эти дороги. На данный момент наказы избирателей по третьему округу выполнены на 90%. Депутатскому корпусу осталось решить точечные проблемы. Все эти наказы будут реализованы до конца года. Татьяна Говорко, Вадим Даниловский, телекомпания ФКТ.